Бытые кампании в прессе, законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио «Балком. Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем обсуждать тему, начатую в нашей предыдущей программе. Это национальная и индустриальная политика, которую предложило Министерство экономики. И план оздоровления и укрепления экономики, который обсуждается всеми. Итак, сегодня мы говорим о национальной и индустриальной политике. И решили посмотреть на эту тему с точки зрения людей, которые являются как будто бы адресатами этой политики. Один из краеугольных камней новой индустриальной политики – это инновации. И наше Министерство экономики предполагает, что в этой сфере количество предприятий увеличится до 50%. Сейчас это примерно треть предприятий считается инновационными, по мнению Министерства экономики. А уже к 2027 году, когда эта национальная и индустриальная политика должна проявить свои результаты, это количество должно достигнуть 50%. И сегодня нашим экспертом в этой сфере будет человек, который как раз является таким инноватором, который приехал в Латвию по приглашению, можно так сказать, нашего латвийского агентства инвестиций и развития по стартап-визи, так называемой. Это была целая программа, которую приняло предыдущее наше правительство и парламент. И его зовут Геннадий Бакунин. Добрый день. Как вы нас слышите, Геннадий? Слышу. Добрый день. Да. Итак, у Геннадия бренд, бренд и хаус, который рассчитан на использование латвийских лесных ресурсов, потому что продукт, который получается в результате, это деревянные дома, трансформеры. И вот расскажите немножечко, напомните нашим слушателям, вы у нас уже участвовали в некоторых наших программах, но, может быть, не все их слышали. Напомните, пожалуйста, почему именно Латвию вы выбрали и как вообще складывались ваши отношения с нашей страной в плане внедрения вашей инновационной идеи. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете звонить в студию, задавать вопросы нашему гостю, и я думаю, что это будет интересный разговор. Итак, вот с чего все началось и как происходило, Геннадий? Все началось с того, что мы придумали продукт и поняли, что продукт этот востребован будет в основном в Европейском Союзе. Поняли, что правильнее производить его тогда было бы тоже в Европейском Союзе. И изучив разные варианты, мы поняли, что культура древесины лучше всего развита в странах Балтии и в Латвии особенно, потому что здесь это очень давно, а, например, в соседней Эстонии большинство специалистов уже переехало или в Финляндию, или в Швецию на работу. Поэтому найти профессионалов в команду будет очень сложно. Вторым моментом оказалось, что действительно существует программа стартап-виз, по которой теоретически возможно переехать и организовать бизнес новый с поддержкой государства быстро, просто и с большим объемом льгот. Мы смогли переехать достаточно быстро и достаточно легко. Мы долго не смогли победить проблему счета в банке, но это было пройдено на какой-то момент. Так, пропал звук немножко, или вы просто паузы? Я задумался, что было дальше. Что было дальше. А дальше вот была поддержка государства. То есть, ну, декларируется в национально-индустриальная политика, что именно помощь государства или, ну, какие-то льготы помогут вот этот сделать инновационный рывок. Как с этим дело обстоит реально? Мы попробовали найти несколько программ, которые подходили под наш профиль. Мы пришли к выводу, что те программы, которые созданы для того, чтобы привлечь интерес к этим деньгам, они очень маленькие, достаточно трудоемкие, по ним очень большая отчетность. Поэтому мы решили, что мы не будем браться за разного рода ваучеры по 5-25 тысяч евро. Они отнимают у нас очень много сил, времени и, в общем-то, деньги не такие большие, ради которых стоит так трудиться. Что касается больших программ, всякие норвежские гранты и так далее, у нас было несколько встреч, мы разговаривали, общались насчет программы, например, утепления здания производства. Но в этих программах есть свои нюансы. Они в основном связаны с тем, что требуется использование сертифицированных подрядчиков, которые знают, что они сертифицированы и выставляют счета больше. В каких программах необходимо потратить свои деньги. И только через полгода после завершения проекта есть возможность получить возврат от ЛИА, что, по сути, замораживает наши оборотные средства, и это не очень выгодно. На данный момент Бретт Хаус не использовал ни одной из возможностей танцевых, но недавно мы узнали о том, что можно поддержку получать не только внутри Латвии, но и в Брюсселе напрямую. И первым в этом году попробовать брюссельское направление. Брюссельскую капусту. Там очень вкусно, но там дают деньги в более какой-то свободной форме. Они более строго оценивают на старте, но требуют намного меньше отчетов и выдают какими-то порциями сначала деньги, а потом уже отчетность. Ну, то есть, если вернуться к тому, что вы сказали только что, получается, что объем бюрократии, который государство требует подготовить для того, чтобы получить финансирование, не зависит от того, какую сумму дают в качестве этого финансирования. То есть, было бы логично, например, на малые гранты, такие, как вы сказали, от 5 до 25 тысяч евро, сделать какую-то упрощенную форму, которая бы позволила, ну, действительно, этим небольшим предприятиям, начинающим предприятиям, не привлекая какие-то дорогостоящие ресурсы и не отвлекая свое время от подготовки этих проектов, все-таки получить это финансирование? Или все-таки дело не в этом? Ну, я думаю, даже это анкетирование тоже упрощенное, но далеко не такое простое, как хотелось бы. Ну, то есть, предполагается, что для того, чтобы получить деньги, нужно как бы не столько обладать идеями инноваций, сколько навыками, там, я не знаю, бухгалтерскими, какими-то консультационными, еще какими-то. То есть, как бы, эти две сферы компетенции трудно сочетаются друг с другом. Но если предположить, что какой-нибудь Кулибин, да, вот, который изобретатель, идет к государству и говорит, так, я что-то изобрел, и мы можем реально вот с этим продуктом выйти на рынок и быть единственными, то государство говорит, так, до свидания, Кулибин предъявит, пожалуйста, нам, там, вот, 25 каких-то документов и форм, а после этого мы посмотрим на тебя, сперва оценим тебя, а потом уже будем думать, насколько твое изобретение ценно. Почти. Я сейчас вспомнил примеры тех компаний, которые пользуются государственной поддержкой, и я знаю, что их принцип такой, они находят сотрудника, который тратит все свое рабочее время на заполнение этих анкет и грантов. Обычно в прошлом этот сотрудник работал или в Министерстве экономики, или в ЛИА, и знает этикет заполнения этих анкет для того, чтобы достичь успеха. Компании такие обычно владеют пятью-шестью разными заводами, и, соответственно, объем работы этого человека как раз набирается на то, чтобы здесь на утепление фасада, там на маркетинговые расходы, здесь на многое, когда можно получить какой-то результат достаточно эффективный. Я думаю, что есть и те, к кому можно обратиться на стороне, кто поможет заполнить. Но мы пока не искали. Ну, то есть, получается, что эта статья расходов, она возникает в обязательном порядке, а то, что вы получите или не получите финансирование, это вопрос конкурса. То есть, это же не сто процентов удовлетворяется каждая заявка. То есть, получается, что, ну, действительно, только крупные предприятия, которые могут себе позволить из разных источников профинансировать вот эту должностную единицу, они только могут каким-то образом пролезть в эту, так сказать, узкую щель, которая позволяет им претендовать на деньги. Я бы сказал, что претендовать на деньги можно, когда есть время и ресурсы охотиться за ними. Если есть большой поток работы, то из этого потока вырваться, чтобы ухватить какой-то господдержки, крайне сложно. Ну, то есть, надо выбирать либо работа, либо деньги, да? Примерно. Хорошо. А все-таки, вот по поводу брюссельской капусты, получается, что вы можете сейчас претендовать напрямую на какое-то европейское финансирование, и в этом случае что вам нужно предъявить, насколько важно то, что вы, например, находитесь в Латвии? То есть, насколько географическая локация определяет вот вашу дальнейшую жизнь? Не потеряет ли вас Латвия со временем? Ну, кто-то вас переманит более, так сказать, щедрый, более заинтересованный в этих самых инновациях, в ваших мозгах? Насколько я понимаю, брюссельская капуста тоже выделяется по странам, и поскольку мы компания из Латвии, то мы попадем в ту квоту, которая выделена на латвийские проекты. И просто мы минуем ЛИА в какой-то степени, потому что программы ориентированы напрямую на предприятие, и для меня это большое преимущество, потому что на английском языке мне документы заполнять намного проще. Это, наверное, одна из самых сильных сторон обращения за поддержкой напрямую в Еврофонды, а не через местные представительства. Хорошо. А вот что касается квалификационных требований, то есть что будет вашими плюсами при обращении напрямую в Брюссель? Затрудняюсь ответить, если честно. Мы так далеко не прорабатывали пока. Ну подождите, вы же мне говорили в наших таких частных беседах, что у вас уже там на подходе целый поселок под Лазанной и еще разные другие проекты, которые как раз в Европе вы можете реализовать. Да, это проекты, для которых мы нашли партнеров частной компании, заинтересованные в девелопменте той земли, которая у них есть. И они в своих регионах находят какую-то господдержку свою, и в том числе, например, в Испании сейчас один из артистов будет пробовать получить господдержку на создание арт-резиденции. Эта арт-резиденция, как дом-трансформер, будет мобильной и посетит с большой вероятностью андоррскую биеннале современного искусства в конце лета. Вот это здорово. Для артиста это возможность получить домик, на котором он будет творить на природе, по сути, за счет какого-то гранта, выделенного на развитие вот этого творческого направления. А что такое в Лазанне будет? В Лазанне мы нашли партнеров, которые прекрасно понимают, что студенты не могут себе позволить проживание и аренду квартиры рядом с университетом. Общежития достаточно маленькие. Многие студенты вынуждены ездить, кто из Германии, кто из Франции. Поэтому пришла мысль использовать те земли, которые стоят в планах на девелопмент какой-то многоэтажный через несколько лет. Разместить на них, по сути, поселение для студентов с более доступными ценами. Для того, чтобы снять квартиру в Швейцарии, нужно предоставить выписку с банковского счета, показать, что есть постоянный доход. В общем, очень сложно. Да. Каждый арендодатель очень хочет соблюдать множество правил, которые совершенно неприемлемы ни для студентов, ни даже для сотрудников ЦЕРНа. Большинство сотрудников ЦЕРНа живет во Франции. И поскольку я учился в МИФИ, то у меня достаточно много однокурсников работает там. Я знаю, что никто из них не живет на территории Швейцарии. То есть они ездят на работу на электричке, как раньше в Москве, да? Практически, да. Кто-то на машине, кто-то на электричке, на все они ездят за границу. Можно так сказать. То есть, возможно, что ваши домики станут пристанищем для таких ученых? Я бы был не против. А в чем идея? То есть эти домики размещаются просто, ну, для них не нужно какой-то такой стабильной инфраструктуры. Они подключают, ну, их можно привезти, смонтировать. И потом, допустим, если эта земля пойдет под строительство многоэтажного дома, просто домик обратно свернуть и увезти. Да. А эти домики совместимы с упрощенной инфраструктурой, напоминающей дачную. Это стабильники, это поставка воды в цистерне и так далее. То есть на поселок из 20 домиков достаточно просто сделать мобильную инфраструктуру и все это брать за пару недель и перевезти на новую площадку. А как они узнали о вас? Вот Латвия и Швейцария, нам кажется, что мы такие маленькие сиры и там никогда не можем добиться интереса каких-то крупных, больших стран. Давайте мы, вы об этом расскажете немножечко попозже, вы сейчас пока подумайте про то, как вы организовывали свое продвижение, а мы уйдем на перерыв буквально на пару минут. Сейчас. Минута в минуту. Радио Болтком. Продолжение следует. 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 И мой вопрос перед перерывом был о том, как компании из Латвии удалось получить такое международное паблисити. Просто, ну, как бы, знаете что, объясню вот как журналист, да, у нас часто критикуют журналистов за то, что они все время публикуют плохие новости, охотятся за жаренными фактами и так далее, а не хотят о хорошем рассказывать и так далее. То есть вы столкнулись с тем, что есть какие-то другие там журналисты и медиа, которые как раз хватаются за инновации и всячески их пропагандируют? Да, сложно сказать, что случилось в ноябре, но с ноября по февраль о нас вышли публикации в Daily Mail и The Sun в Великобритании, в топовых европейских и американских журналах по дизайну. Двелл, дизайн бум, Аркдейли, даже сложно сейчас так вспомнить, где еще. А, ну, Фигарон во Франции, например, публиковал о нас статью. Итальянский Элэ Декор, испанская и американская версия, бизнес-инсайдеры написали о нас. И это создало огромную волну заявок, с которыми мы до сих пор пытаемся справиться. И среди них каким-то образом мы познакомились с хозяйкой небольшого консалтингового агентства в Швейцарии, которая как раз занимается недвижимостью и давно искала какое-нибудь интересное решение, через которое можно создать прецедент для швейцарских властей о том, что маленькие домики очень сложно поставить и зарегистрировать. И, увидев нас, поняв, насколько это инновационное решение, причем цена которого примерно в два раза превышает стоимость регистрации дома, она решила, что нам стоит попробовать сделать это вместе. Ну, то есть, чтобы поставить дом стационарный, нужно заплатить условно тысячу денег, а ваш дом целиком в сборе стоит две тысячи денег? Именно. Угу, понятно. Ну, то есть, если сопоставлять расходы на квадратный метр... То есть, если сопоставлять расходы на квадратный метр, то это будет просто в разы разница? Это просто простой. Насколько они являются постоянными, что такие требования по расходам на регистрацию просто неоправданы. Он простоит 10 дней на площади Европы в Лазанне, потом мы его отвезем в Лазанский университет, и потом в эко-коммуну, в какую именно, я пока не знаю. Понятно. У нас много кандидатов, выбираем самую красивую. Это очень приятно. Еще один вопрос, который я уже вам задала частично, и хотела бы повторить, насколько в этой ситуации Латвия сохраняет свою привлекательность как точка вашей базировки? Не произойдет ли так, что страны, которые реально более настроены на эти самые инновации, все-таки вас переманят? Я не вижу возможности перевести основное производство из стран Балтии, потому что все-таки перекресть транспортных материалов, знаний и доступного производства, оно все равно здесь. На какой-то проект можно сделать выносное производство, я не знаю, на 100 домов где-нибудь в Испании, но это будет всего лишь сборочная линия, которую мы привезем, мы выполним проект и везем обратно. Я, конечно, все равно будет расставаться где-то здесь. Тем более, что мы нашли здесь надежных партнеров, с которыми приятно работать. Ну, то есть, как бы, если говорить вот так вот позитивно, с лозунгами, позитивными лозунгами, то Латвия может с вашей помощью претендовать на отверточную сборку где-нибудь в Испании. Да. Хорошо. Я бы хотела сейчас попросить нашего звукорежиссера Родиона Золотарева связаться еще с одним нашим сегодняшним экспертом. Это Анатолий Трумпель, который тоже занимается сейчас продвижением ряда инновационных идей и может рассказать о том, как это выглядит для современного кулибина в латвийских условиях. Сейчас мы связываемся по телефону. Анатолий специалист по маркетингу, и у него есть такая группа, может быть, друзей, которые являются тоже умными головами исследователями, изобретателями. И вот некоторые из их идей он пытается внедрить на европейскую почву. Анатолий, добрый день. Добрый день, Леша. Значит, вот разговариваем с Геннадием Бакуниным. Вы встречались, обсуждали ваши идеи, делились опытом. Как выглядит настроенность на инновации в латвийских реалиях или в европейских реалиях? Государство, Министерство экономики считает, что мы можем за пять лет буквально увеличить количество инновационных предприятий на 10%. Но насколько, например, сами предприятия осознают, что эти инновации им нужны, открыты к этому? Вот ваш опыт о чем говорит? Да, это все правильно, что есть такая тенденция, есть желание это делать, это декларируется. Но на факте, как происходит эта реализация, то есть это должны быть реально заинтересованные предприятия, у которых есть, скажем, бюджеты, как вот Геннадий тоже говорил, это люди, которые будут это внедрять. Потому что, по сути, мы приходим на территорию, где уже все есть. И даже если в случае, скажем, с использованием отходов, то есть у нас есть технология по переработке отходов. Как бы это ни звучало фантастически, но мы можем перерабатывать, скажем, любые пластики, шины, также отходы стекла, в повторичный материал, который можно использовать. Можно использовать в очень широком спектре. То есть от каких-то изделий, резинополимерных, скажем, до, скажем, кирпичей, керамоблоков, которые обладают свойствами, скажем, газобетона, не обладают его минусами, такими как питомостью и так далее. Они были плочные, такие как перпищи. Но, опять же, кто-то должен быть заинтересован, и кто-то должен за это заплатить. Потому что самая основная проблема, есть у Хорошина Кулибина изобретатель. Но у нас, на самом деле, в команде профессора и доктора наук. Но, тем не менее, это проработка металлической технологии, и она запринтована, кстати, во многих странах, встречая Китай и Америку. Но почему-то это должно быть интересно местным компаниям. Я разговаривал с большими компаниями здесь, которые занимаются перерабушкой продукции, но у них есть, скажем, свои заводы. И это должен быть специальный плюс для них. Потому что они получают спорные деньги, спорные мусоры, они там что-то из этого делают, и все хорошо. То есть, в общем-то, ну хорошо, а мы будем делать это лучше. Ну, мы и так это делаем, понимаете? То есть должен быть какой-то стимул. А потом, для того, чтобы показать, что вот эта вот эта эффективность, она эффективность на, скажем, государственном уровне. Да, будет меньше мусора, он будет более перерабатыван и так далее. Но, скажем, в сравнении с Литвой, где в Литве приняли, в разработке находится закон о том, что переработка, скажем, шин, это не является изготовлением его крошки резиновой. Шин взяли, перемололи, и вот это уже считается переработкой. Там еще принимают закон о том, что должно быть сделано изделие. Изделие, которое потом уже можно опять вторично переработать, то есть трудно для вторичной переработки. И тогда уже, соответственно, вот это дело и технологии подтягивает, тогда уже есть смысл инвестировать. И вот Литва в этом смысле, она много впереди. Ну, она даже не на шанс, но она уже на порядок дальше, чем Латвия в этом деле. Вот, то есть, ну, изобретателям всегда есть такая дилемма. Когда есть изобретение, есть, скажем, даже лабораторные образецы, есть работающий там прототип даже минимальный, он говорит, ну, хорошо, а как это будет работать на производстве? И вот этот приход из лабораторного в производство нужно сделать, и кто-то его должен оплатить. Я, ну, встречался с несколькими инкубаторами, скажем, местными, ну, с компаниями. С компаниями, кстати, неплохо, потому что у них есть конкретный интерес. Большие компании, у которых есть, они видят, где они могут сэкономить. Они видят, где могут цены, и у них тоже ресурсы, их люди. Пишать проект мы сейчас не хотим, потому что мы уже пишем проект там на 10 миллионов, и ваш проект там на 150 тысяч, это нам не очень интересно, но, возможно, мы пойдем. То есть нет такого институционального партнера, ну, с ЛИА должен же быть, но в ЛИА, ну, вот по всем отзывам, по всему там есть специальные люди, специальные компании, которые связаны с этим, кто должен делать это через них. И получается так, что мы знаем, как это сделать дешевле, скажем, на тот объем денег, который нам выделили. Нам не нужно, скажем, 2 миллиона, нам достаточно 500 тысяч. И за 500 тысяч мы сделаем рабочий образец. Но в связи с тем, что существуют определенные правила, и мы должны взять кучу, добавить еще дополнительных сдержек, которые как раз увеличат смету до этих 2 миллионов. Ну, то есть очень много бюрократических работ, и вот с Геннадием тут соглашен, что тут надо думать или просто найти... То есть у нас сейчас такие варианты развития. У нас даже есть итальянский большой концерт, который заинтересован нашей технологией. То есть мы сейчас не ведем переговоры о том, что вот они просто могут взять и купить ее, или мы можем взять и построить там завод у них по нашей технологии. Ну, вот так сказать. Тогда там просто идет инвестирование, с точки зрения их там не окра пропоративного, ну, давайте на этот стартап там, выделим какие-то деньги, я это сделаю. То есть намного проще. Ну, то есть, если, допустим, нам сейчас формулировать запросы для нашего законодателя, там, для нашего Министерства экономики, то нам следует указать, что в законодательстве должно быть оговорено производство конечного продукта в результате переработки каких-то отходов, утилизации. Ну, к примеру. А что еще? Ну, самое главное, что это должно быть, понимаете, доступ к деньгам должен быть проще. Контроль, возможно, по результатам должен быть жестче, но доступ к деньгам и распоряжениями должно быть проще, потому что никто, как, ну, не сами предприниматели, не понимают, что им, куда тратить эти деньги и как. Знаете, ну, если нам заказывать оборудование, мы можем заказать его в Китае, а можем заказать его сертифицированное, там, три раза в Европе, из Америки, которое пришло, в Европе, оно там будет много здоровья. То есть мы сами знаем, как уменьшить свои издержки. Мы заинтересованы, конечно, технологии в внедрении этого процесса в жизнь. Ну, вот смотрите, да, смотрите, значит, вот в этой национально-индустриальной политике есть такая графа инноваций, и здесь написано, что вложение частного сектора в развитие и, ну, как бы это, research and development, то есть исследование и развитие в настоящий момент составляют 24,3%, в 2023 году они почему-то должны вырасти до 32%, а в 2027 году до 38%. Ну, это как бы цифры, да, которые, очевидно, имеют какой-то статистический характер, но для того, чтобы это реально произошло, видимо, государство должно, ну, какие-то программы или какие-то рамочные условия выдвинуть для того, чтобы это для предприятий было выгодно. Ну, без сомнения. Конечно, они только должны не облагаться этим инвестицией в РНД, там, налогом каким-то, там, на прибыли, на что-то еще. Они должны выводиться тогда из налогооблагаемой базы хотя бы, тогда это будет плюс, понимаете? Ну, или государство должно, например, софинансировать эти инвестиции каким-то образом, там, грантами поддерживать. Да, да, да. Ну, вот в Литве мы получили там гранты, и вот там 2,8 миллиона, и вот это полтора миллиона Европейский Союз, а 1,3 это инвестиции со стороны. А что это за грант в Литве? На какое производство вы там получили такой грант? Это на разработку нашей технологии РНД, как раз не ОКР. Не ОКР, это научно-исследовательские, конструкторские разработки. Конструкторские разработки, да. То есть мы дорабатываем, у нас есть готовая технология, у нас есть лабораторные испытания, у нас есть готовый уже покупатель на этот продукт, но нам нужно сделать его, скажем, индустриальный переход. Нам нужно доработать продукт до той стадии, когда мы можем его продавать конечному покупателю, говорить, вот покупаешь, вот такое у тебя надо оборудование, ты будешь получать такой же продукт. Будь это, скажем, гибридные полимеры, или это, скажем, битумные модификаторы, или это, скажем, резиновые изделия. Вот у вас есть шины, вы покупаете наши технологии, вы по этой технологии ставите раз, два, три, четыре, машины в линию, и на выходе у вас получается вот такой продукт, который обладает таким свойством. Вот для этого мы и получили этот грант, и там это будет реализовываться. А сколько времени у вас ушло на литовскую бюрократию? На литовскую бюрократию, кстати, ушло не так много времени. Там это все ушло где-то месяца три, наверное. А языковой барьер испытывали вы, или там на английском говорят? У нас там литовский партнер, то есть кого мы приняли в команду, и он там все это делал. Но там очень большая разница в том, что, скажем, вот я почувствовал, что там на всех уровнях, то есть там было заседание по правительству, заседание, там, все, с всеми, с министрами встречались, и очень большая заинтересованность в этом проект. Они говорят, да-да, давайте, давайте, мы поддержим, если что-то надо, да, вот землю, давайте выделим, давайте там, давайте там, то есть в карманской экономической зоне, то есть это реально люди болеют. Возможно, у них, благодаря тому, что у них там в водолюбосомно горело очень много этих шин, и загрязнило почву до той степени, что там молоко, которое коровы дают с этой местности, его выливают на мутилизацию, потому что до сих пор контрагенные вещества, возможно, мы передали, возможно, это послышалось причиной, не знаю, но намного, намного отзывчивее и перспективнее, и думать сразу на, вперед на несколько шагов, вот. То есть у нас, ну, я не встречался с министерством, еще не с тем. На уровне частных предпринимателей, которые, да, есть интерес на внедрение, но, опять же, вот этот шаг, который мы, конечно, не будем инвестировать. Это, получается, я беру и плачу деньги. Угу. Ну, я могу уже платить, как, вы понимаете, понимаете ли, нет проблем, куда потратить деньги, если не зависит, мы можем проехать. Поэтому зачем-то, может, проект должен быть более интересным, чем другое. То есть здесь софинансирование государства обязательно должно быть. Угу. И, конечно, спрос должен быть, ну, мы конкретно, у нас есть, там, заказчики, большие концерны, там, европейские, американские. Да, они хотят, говорят, давайте нам. Ну, вот преодолеть вот эти, там, от индустриальных, там, 100 килограмм до промышленных, там, двух, тысячи тонн, угу. И уже запустить на десятки тысяч тонн, это вот проблема. Который должен кто-то стратегически отвечать, например, в лице, там, немногих институтов, и, там, три, то только для своих. Если ты там три, то участвуй, вот, как Геннадий говорил, ну, есть люди, которые, там, знают сам-сям. То есть это должно быть надоинституциональное, надо лично знать, такие взаимоотношения, надо клановые, чтобы реально на масштабах страны это решить. Спасибо, Анатолий, да, за ваш комментарий. Я хочу пояснить слушателям, может быть, они не поняли, о каком проекте в Литве идет речь, речь идет о переработке старых покрышек. Я правильно поняла, Анатолий? Да, да, да. Переработка покрышек. И производстве какого-то инновационного продукта, который совершенно необходим крупным производителям в Европе. Да, о производстве трех видов продуктов. На самом деле, это битумные модификаторы, это гибридные полимеры на основе резиновых полимеров, и это непосредственно сама резинка. Эти три продукта, они будут дорабатываться в Литве, но это получим грамм. Понятно. Спасибо большое Анатолию за комментарий. Мы в завершение программы с Геннадием Бакуниным должны немножечко как-то подвести черту и все-таки дать посыл, может быть, для наших депутатов, для наших властей о том, что возможно, конечно, и нужно инновации, и в нашей первой программе на эту тему депутат Сэма Ивар Заринч как раз об этом сказал, что мы не должны конкурировать за выпуск какой-то более дешевой продукции, уже известной, но нам нужно выходить на рынок с продуктами новыми, которые никто до нас не выпускал, и не производил, но для этого, наверное, мы должны действовать так, как действуют литовцы, то есть заинтересованностью быстро по существу и с пониманием того, что такие проекты индустриального перехода невозможно реализовать силами частных предпринимателей, даже если им дают какие-то льготы, какого-то институционального характера, все-таки для этого нужны деньги и конкретные гранты, да, Геннадий? Я согласен. Хорошо, сегодня мы обсуждали в программе подоплека национальную индустриальную политику, предложенную министерством экономики, поговорили с предпринимателями, которые реализуют инновационные проекты, это интересные идеи, я думаю, что мы напишем об этом какие-то новости на сайте Микс Ньюс сегодня, на связи с нами по скайпу был изобретатель домиков трансформеров, которые скоро приютят студентов Лозанского университета, мы надеемся, Геннадий Бакунин, выпускник Московского инженерно-физического института, умная голова и вообще человек с большим будущим, как мы надеемся. Спасибо, Геннадий, программу сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер в студии Родион Золотарев и до встречи через неделю продолжим обсуждать развитие Латвии.